Александр Коваленко, военно-политический обозреватель из группы «Информационное сопротивление» к нашему эфиру присоединяется. Александр, приветствуем. Добрый вечер. Добрый. Александр, скажите, пожалуйста, какова вероятность в ближайшее время увидеть где-нибудь в небе украинском, на каком-нибудь Байрактаре турецком, прикрепленные новые ракеты «Киманкиш»? Мы их не увидим до тех пор, пока в самой Турции они не пройдут всего цикла испытаний и не начнется их серийное производство. То есть это как минимум до конца 2023 года уж точно рассчитывать на то, что «Киманкиш» будет поставляться в Украину мы не можем. А вот в 2024-м, в зависимости уже от договоренностей, которые могут быть между Киевом и Анкарой, я не исключаю, что эти ракеты вполне могут появиться, что значительно расширит функционал применения Байрактар ТБ-2, поскольку на сегодняшний день он ограничен исключительно разведывательными функциями. Кстати, о Байрактарах в последнее время, давайте так, последний, наверное, год практически не говорят. Понятное дело, что о многом лучше молчать, но означает ли это, что Байрактары больше не применяются вообще Украиной? Нет, они применяются, у них функционал совершенно другой, у них изменился функционал. На сегодняшний день они не применяются для ударных миссий, они применяются в основном для ведения разведки. Для того, чтобы осуществлять ударные функции, они должны заходить в зону риска российских ПВО. То есть это примерно где-то в радиусе 10-15 километров находиться. Это как раз радиус действия их средства, малого радиуса действия эшелона. То есть это те же самые ЗРК Тур-М2, ЗРПК Панцер-С1 и прочие. Это довольно-таки серьезный риск того, что данный беспилотник будет сбит. Поэтому их преимущественно сейчас используют исключительно для разведывательных функций, когда они могут, не заходя в зону риска, вести достаточно эффективную разведку на больших расстояниях. То есть получается, что Байрактары мы в таком большом количестве, в первой половине полномштабного вторжения видели, потому что россияне использовали эту тактику колонн, правильно, которые уничтожали Байрактары, а сейчас мы просто бережем их как технику, но они также применяются. Все верно, нету никаких запретов. В первые недели полномасштабного вторжения в Украину россияне не выстраивали эшелонированную ПВО. Их сопровождали средства малого радиуса действия, это так, но они находились преимущественно зачастую в походном режиме и очень редко успевали переходить в боевой режим для отражения атак с воздуха. То есть чрезмерная самоуверенность российских оккупантов делала их очень легкой целью. И уже только лишь через несколько недель, примерно через где-то две недели после полномасштабного вторжения в Украину стала обретать целостность, некая образность их эшелонированной ПВО. И когда шелонированная ПВО стала формироваться полноценно, тогда уже фактически применение Байрактара стало невозможным как ударного беспилотника, как разведывательного, да. Наши военные отмечают, что россияне, конечно же, эволюционируют в ходе этого полномасштабного вторжения и отказываются от неработающих ранее стратегий. И вот такой небольшой вроде частный случай давайте обсудим. А вы, как военный эксперт, прокомментируете, может ли подобная практика быть опасной. Итак, недавно российские военные переоборудовали старый советский танк Т-54 в самоходную бомбу и отправили его просто в сторону украинских позиций. Об этом передают ОНИСТИ аналитики. Они проанализировали видео, в котором оно было опубликовано в российском военном блоге. Ранее россияне выдавали этот танк якобы за трофей ВСУ, но на самом-то деле, как показывает расследование, то это россияне просто начали отправлять танки Т-54 и Т-55 на войну против Украины. И вот действительно логично, из них же можно сделать, получается, бронированную бомбу и таким образом создавать нашей пехоте проблемы или нет? Или это какая-то разовая акция была, которую массово они не могут использовать? Как вы думаете? Я не думаю, что это разовая акция. Это фактически тактика, которую применяли те же самые ИГИЛ в Сирии и не только в Сирии. И когда либо бронеавтомобиль, либо старно с нашитой бронёй автомобиль пикап загружался взрывчаткой и направлялся вместе с смертником на тот или иной блокпост или войсковую часть или другой какой-то объект. Аналогично использовались и танки, особенно в Сирии. Они использовались, тоже начинялись большим количеством взрывчатки и направлялись на место размещения подразделений либо ассадитов, либо повстанцев, либо российских подразделений, ну и так далее и тому подобное. То есть это террористическая тактика. Её переняли россияне именно у террористов ИГИЛ, что совершенно неудивительно. Им очень даже свойственно вообще использовать террористические какие-либо методики. Что до рисков? Да, действительно, это довольно-таки опасно, поскольку данный танк, он в принципе, как не смотреть на ситуацию, он является тяжело бронированной техникой. И его остановить, когда он на полной скорости по прямой мчится в каком-либо направлении, довольно-таки проблематично. При этом его можно начинять взрывчаткой на достаточно серьёзную. Ну, по объёму он серьёзный вес, там может быть тонна, полторы тонны взрывчатого вещества и даже больше. По сути, это серьёзная угроза, если его не остановить своевременно. Само собой, опять-таки, возвращаемся за счёт бронирования, это сделать довольно-таки сложно. То видео, которое мы видели, повезло, удачно. Его остановили и уничтожили. И мы видели, насколько мощный там был взрыв. То есть, окажись он на позициях сил обороны Украины, последствия могли бы быть довольно-таки печальными. Минус такой тактики на сегодняшний день заключается в том, что эти танки зачастую не имеют какого-либо управления. То есть, они без экипажа. Я не думаю, что россияне будут садить туда смертника, хотя абсолютно ровным счётом ничего не исключаю, что могут перейти даже на такую тактику ИГИЛ. В перспективе, да, это может создать проблему, поскольку они сейчас находятся в панике и в отчаянии. Поэтому будут использовать абсолютно все методы, чтобы остановить продвижение наших подразделений. То есть, я так правильно понимаю, с военной точки зрения, нашим военным нужно будет усилить фланги, которые будут с ПЗРК, с ПТРК работать правильно, для того, чтобы максимально быстро нейтрализовать подобные танки? Или каким образом? Все противотанковые средства хороши в данном случае. Даже противотанковые мины. Противотанковые мины и заграждения. Спасибо. Спасибо большое. Александр Коваленко, военополитический обозреватель из группы «Информационное сопротивление». принимал участие в нашем эфире. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.